В каких районах жить хорошо? В правительстве подведены итоги работы по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год. Мониторинг проводили по девяти сферам – от экономического развития до культуры и энергосбережения. Сравнили динамику показателей, составили рейтинг, классифицировали муниципалитеты по численности населения. В группе, где проживает свыше 20 тысяч человек, наиболее высокие показатели у Ивановского района, выше среднего показатели у Фурмановского. В районах с численностью от 10 до 20 тысяч лидируют Гаврилово-Пасадский, Пучешский и Тейковский районы. В группе городских округов самый высокий достигнутый уровень по большинству показателей в городском округе Иваново. В городских округах Вичугай-Кохма большинство индексов, отражающих достигнутый уровень показателей, ниже средних значений по группе. В Кинишме лучшая в группе динамика по большинству показателей. Повлияло на результаты анкетирования населения. В нем приняло участие почти 3,5 тысячи человек. Правда, число респондентов в районах разнится. Губернатор попросил Департамент внутренней политики к следующему году этот весомый нюанс учесть. В моем представлении требуется экстренный мер. Или Департамент и блок флотной политики эти опросы возьмет на себя. Потому что смысл-то какой нам анализировать и сравнивать опрос 20 человек и опрос 370 человек. Тем более вы говорите, что опрос населения значимый в определении рейтинга. Выявить наиболее эффективную модель муниципального управления. Таким должен быть итог этой большой аналитической работы, считает депутат областной думы Дмитрий Дмитриев. Впрочем, лишь моральной мотивацией, чтобы ходить в передовиках, муниципалитетам сегодня, наверное, маловато. Если, например, миллион дать для небольшого муниципалитета, хороший ужин. Органово исполнительные власти субъектов представлено право принимать решения о грантовой поддержке. И в Ивановской области эта норма есть. Вместе с тем с 2015 года они реализуются. С тем, что гранты для лидеров нужны, согласен и губернатор. Глава региона пообещал над этим подумать. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.